Привет, друзья! Что чувствует человек, когда пропускает удар в печень? И почему Дэвид Бэкком в срочном порядке искал ножницы перед матчем на Уэмбли в 2000 году? Сейчас вы все узнаете! Жмем на колокольчик и смотрим! Пропускали ли вы когда-нибудь удар в печень? Если нет, то легендарный Майк Тайсон расскажет вам, каково это. На одном из подкастов Железный Майк вспомнил незабываемый момент в своей карьере. Когда я впервые дрался с Холифилдом, в одном из раундов он попал мне в область живота. Я, наверное, был близок к тому, чтобы умереть из-за количества времени, проведенного без воздуха. Да что уж там, я хотел плакать и не мог даже этого сделать. Я вообще не мог сделать ничего. И еще, после такого боя, когда ты страшно пропустил в корпус, очень тяжело сходить в туалет. Ты сидишь на унитазе и испытываешь дикую боль. Знаете, в чем разница между нокаутом в голову и нокаутом в печень? После нокаута в голову ты воспринимаешь все вокруг, как простое недоразумение. А после нокаута в печень или живот ты хочешь полностью завязать со своей спортивной карьерой. И Тайсон не единственный, кто так считает. Многие бойцы за всю историю своей спортивной карьеры говорят, что нет ничего унизительнее. Ты задыхаешься от боли и беспомощности. Тебя просто финишируют на глазах у всех. И чувствуешь себя хрупкой девочкой. Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Дэвид Бэкхэм вспомнил свой незабываемый момент в истории спорта. Этот случай надолго засел у него в памяти, ведь однажды сэр Алекс Фергюсон заставил его побрить свою голову. На протяжении всей своей игровой карьеры Бэкхэм не упускал возможности покрасоваться модными прическами, а в преддверии матча за суперкубок Англии против Челси, который состоялся в двухтысячном году, он решил удивить публику ирокезом. Опасаясь негативной реакции Фергюсона, Бэкхэм попытался скрыть новый причесок. «Я помню, как зашел в раздевалку, и он не увидел мой ирокез. Я слишком боялся даже показать ему новую прическу. За день до этого я приехал на тренировку в Шапочке. Тренировался в Шапочке, прибыл в отель в Шапочке, обедал и завтракал в Шапочке. Ехал в автобусе на стадион тоже в Шапочке. А когда уже начал готовиться непосредственно к выходу на поле, снял ее». Фергюсон пристально посмотрел на меня и сказал «Так, иди избрей это». Я попытался отшутиться, но он такой «Я серьезно, пойди избрей это». Мне не оставалось ничего другого, как найти пару ножниц и состричь свой ирокез прямо на Уэмбле. Ведь тренера нужно слушаться. Кстати, по окончании того сезона, Бэкхэму все-таки удалось исполнить свою мечту об ирокезе. А именно, на матчах за сборную Англии. Там Фергюсону не удалось во второй раз добраться до его модной прически. Вратарь туринского Ювентуса Джан-Луиджи Буфон вспомнил исторический четвертьфинал Лиги чемпионов 2017-18, в котором его команда разгромно проиграла мадридскому Реалу со счетом 0-3. Этот матч запомнился противостоянием Буфона и Роналду, в котором Криш вышел победителем, забив невероятный гол бисеклетой в ворота Джан-Луиджи. Сейчас звездный португалец выступает за туринский клуб, а его одноклубник Буфон в одном из интервью рассказал о разговоре с Криштиану после этого момента. «Помните, как Криштиану Роналду забил мне в ворота через себя? Этот момент демонстрирует, что нет людей, которых бы я ненавидел. Первые 25 секунд я был разочарован, но я думал о том, как же красив этот гол. Я смог принять то, что Роналду сделал нечто невероятное. Подойдя к нему, я спросил «Сколько тебе лет?» Он усмехнулся и ответил «Мне 33 года, мужик. Неплохо, да?» В тот момент я сказал «Вот же старый засранец! Мы начали смеяться!» «Что ж, не можешь победить врага, подружись с ним! Криш славный парень, он стал для меня приятным сюрпризом!» – рассказывал Буфон. А на этом у меня все, друзья. Если вы хотите больше подобных историй, то ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. Пока!